До событий 2014 года в Киеве я никогда не думала, люблю Украину или нет, отделим ли Донбасс от Украины или неотделим. Но где-то в глубине души не хотелось иметь не родину мальчику, а родину мать. Мой дед, мама, сын и множество моих родственников посвятили свою жизнь шахтам. И даже в самом страшном сне я не могла подумать, что когда-то придет время и мою страну будут рвать на части с единственным вопросом – ты за Донбасс или Украину? В моем понимании это все равно, что отделить от истории России Петербург и сотворить Петербургскую Народную Республику. Обо всем этом можно рассуждать много. Все зависит только от твоей умственной фантазии и наполняющих тебя чувств, которые бывают обманчивы. Один Бог знает, что было, есть и будет. Он не имеет границ, безумных идей и не обманывается. От его благоволения или наказания не спрячется никто, нигде и никогда. Он вершит судьбы стран, народов и знает тайные помыслы всякого человека, живущего на земле. Им все движется и дышит. У него нет вопроса. Он творец. Поэтому, отбросив в сторону чувства и амбиции, приступила к молитве. Полученное откровение вызвало слезы благодарности моему Создателю. Полгода я носила его в себе, но в поддержку своих братьев и сестер по вере решила озвучить. Библия. Бытие. 25-27 глава. У Исака, от жены Ревеки, не было детей. Он молился Господу, и она забеременела близнецами. И сказал ей Бог, из Твоей утробы произойдет два народа, и один будет сильнее другого, и больший будет служить меньшему. И настало время родить. Первому нарекли имя Исаак. Второй держался за пяту брата, и дано было ему имя Иак. Дети выросли, и Став стал звероловом. Иак человеком кротким, мирным, живущим в шатрах. В то время у евреев был обычай. После смерти отца старший сын принимал всю власть, силу и благословение отца. В 27 главе с 28 по 29 стих описаны эти великие благословения. «Да даст тебе Бог от росы небесной, и от тука земли, и множества хлеба, и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя, проклятый, благословляющие тебя, благословенный». Кажется, что может быть лучше этого обетования? Это всё, о чём может мечтать человек. Сила, власть, процветание, и самое важное – Бог за тебя и с тобой. Ради этого можно выдержать и перетерпеть многое. 25 глава с 29 по 34 стих И сварил Иаков кушанье. А Исав пришёл с поля усталый и сказал Исав Иакову, «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Но Иаков сказал, «Продай мне теперь же своё первородство». Исав сказал, «Вот я умираю. Что мне в этом первородстве?» Иаков сказал, «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство своё Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба, кушанье из чечевицы, и он ел и пил. Встал и пошёл. И пренебрёг Исав первородство. В 27 главе «Бытия» Исав пытается получить благословение Отца, но оно не делится на двоих. Такое царственное благословение – одно. Не поменяй своё первородство, гражданина Украины, на чечевичную похлёбку иной страны. Не дели в своём сердце страну на запад и восток, север и юг, ибо солнце согревает всех. Всем своим сердцем взывай Господу об Украине. Эта земля твоих отцов и обетованная земля для тебя, твоих детей и внуков. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»